МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Взломав ломами две входные двери производственного помещения по улице Старо-Слободская, дом 16, проникли в помещение института. 32 сотрудника этого института оказались выброшенными на улицу. Из них 7 кандидатов наук. Таким образом, было захвачено не только помещение, но и компьютеры. Николай Гаврилович, расскажите поподробнее, что произошло в обществе? Я скажу, что события развивались прямо так, как в фильме. Где террористы захватывают посольство. Заломали двери, отключили телефон, отключили электроэнергию. Меня по лицу ударили. Такое и в наше время. Трудно поверить. Это скорее напоминает бандитский налет времен гражданской войны. И все-таки, что же заставило одних ответственных, солидных людей науки забаррикадироваться, а других вооружиться ломами? Агропромпрогрессу нужно помещение института, чтобы разместиться. А сотрудники института кибернетики отстаивали на него свое право, считая действия НПО «Агропромпрогресс» незаконными. А генеральный директор «Агропромпрогресса» товарищ Мачехин вообще отказался с нами разговаривать. Леонид Георгиевич, скажите, пожалуйста, как Вы расцениваете вероломные действия Ваших сотрудников по отношению к институту не кибернетики? Значит, что я хотел бы здесь сказать. Во-первых, я не могу согласиться уж извиниться с формулировкой вероломные действия. Я со всей ответственностью, как руководитель отдела, как один из руководителей НПО «Агропромпрогресс» заявляю, что драки никакой не было. Мы, товарищи, все время упрашивали, так сказать, на законных основаниях оформить передачу и так далее. Они, в свою очередь, сопротивлялись. Они не пускали нас внутрь помещения. Действительно, есть ордеры с полкома Моссовета. Но все ли здесь законно? Как могли в отделе нежилых помещений выписать ордер, зная, что институт не разрывал договора на аренду этого помещения с Сокольническим исполкомом? Увы, это пока загадка. Научный отдел Косарева, как видим, не остался без крыши. Но чувство несправедливости и обида не дает им спать спокойно. Я трижды встречался с Юрием Михайловичем Лужковым, председателем Мосгорагропрома. И каждый раз получал заверение, что никаких претензий на эту технику со стороны Мосгорагропрома нет. Эта работа и эта техника принадлежит нам. Но вот последнее письмо, датированное 15 сентября, просто приводит к недумению. Вновь в этом письме говорится о том, что мы обязаны передать транспорт, оборудование, оргтехнику. Все это в трехдневный срок. Комментарии излишни.